Я хочу обратиться к любителям симфонической музыки, оперы, балета с несколькими словами. Это связано с уходом огромного друга, оркестра Мариинского театра, моего друга, где-то более недели назад пришло печальное известие о кончине Нельсона Фрейра. Это замечательный бразильский пианист, который играл с оркестра Мариинского театра не только здесь, в Петербурге, многократно, в Москве, в регионах России, но и в Карнаги Холл, в Нью-Йорке, в Токио. Но главным, что связывало нас, было постоянно и постоянно исполняющееся желание Нельсона и моего выступать в нашем концертном зале. И вот сейчас буквально спонтанно мы организовали несколько концертов. В одном из концертов подобных Денис Мацуев выступил в Рахманиновском зале, сыграл программу, которая посвящена была памяти Нельсона Фрейра. Завтра мы ждем в Петербурге приезда и Александра Торадзе, тоже друга Нельсона Фрейра, и Александра Кантерова, золотого медалиста конкурса Чайковского последнего, и Мау Фуджито, это замечательнейшие два молодых пианиста, и Нельсона Фрейра, как член жюри конкурса Чайковского, знал их очень хорошо. Прозвучат произведения и Моцарта, может быть, концерт «Синсанс» Александра Контурова. Я хочу, чтобы вы знали об этом и нашли возможным прийти и услышать замечательных музыкантов, которые хотят вот таким образом выразить свое восхищение невероятным мастерством, потрясающим звучанием, если хотите, голосом этого огромного мастера. Меня лично связывала дружба с Нельсоном Фрейром, которая начиналась в далеком 1987 году, когда я, еще будучи молоденьким дирижером, совершенно неожиданно получил возможность выступать с оркестром Евгения Федоровича Светланова, и мои выступления во Франции, наши в истории во Франции, шли по трём-четырём городам, и, наконец, на знаменитом фортепианном фестивале «Рок Донтерони» мы исполнились с Нельсоном Фрейром, тогда мне неизвестным, пианистом, он постарше меня, но, тем не менее, тот концерт стал очень необычным событием. Мы начали играть концерт Бетховена, и где-то в конце первой части совершенно невероятный ливень обрушился на эту открытую площадку, и мы должны были прекратить выступление. Также неожиданно, как он буквально ворвался в тот концерт, также неожиданно этот ливень прекратился, и спустя какое-то время даже показали солнечные лучи, и мы вернулись и продолжили этот концерт. Мы сразу стали друзьями, ну вот видите, это было уже очень-очень давно, и потом играли в Канаде и в Северной Америке, а потом стали играть постоянно в России. Мы сделаем всё возможное, чтобы концерты, которые прозвучали здесь, стали достоянием и будущих пианистов. Им надо стремиться к тому, что умел делать такой невероятный мастер. Это всё акции памяти Нельсона Фрейера, приношения потрясающему музыканту, мастеру, человеку, гордости бразильской музыкальной школы и большому другу ведущих музыкантов мира, например, Марта Аргельх, его ближайший друг. Я никогда не забуду эти драгоценные дни, часы, а в целом это годы общения и дружбы с толь изумительным музыкантом.